Поскольку Украина мне очень близка, я снял на Украине только в последние годы больше восьми клипов и часто там бывал, то особенно сильно переживаю за то, что там происходит. Началось это, конечно, как общее недовольство. В принципе, режим Януковича делал много ошибок. Вот это пресловутые донецкие, которые отнимали любой приличный бизнес, это не слух, это реальность. И, конечно, было недовольство людей, потому что люди, в общем-то, на Украине жили небогато. Небогато, прямо скажем. И особенно по сравнению с Россией. Но на волне вот этого общего недовольства, как всегда бывает при революциях, к власти пришли негодяи. Нужно не забывать о том, что политика последние 20 лет была направлена всех властей. Они заигрывали и выращивали националистов. Вот это переименование в улице Проспекта Шухевича, Бандеры. Это молодежь, которые позволяли прыгать и кричать москалей на ножи. Это все поощрялось. Но, наверное, Янукович не представлял, что это все ударит именно по нему. Поэтому, конечно, Украина в тяжелейшем положении. Хороших выходов нету, хороших советов тоже нету. Тяжелейшее будущее. Но я все-таки надеюсь, что пусть через годы, но все-таки там как-то наладится. И та, конечно, ненависть, которую испытывает очень серьезная часть населения Украины к русским, к России, она, конечно, должна прийти. Один короткий пример. Еврей в Одессе. Мой товарищ Рабинович. Рабинович. Вступил в правый сектор. И мне написал на полном серьезе. Мы же, да-бандеровцы, будем есть российских детей. Когда я ему написал, ты что, с ума сошел? Он говорил, вы фашисты-оккупанты. Что делает пропаганда с людьми? Это страшное дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...